Сохрани, Господь, просвети, Господь, укрепи, Господь, разумный Господь. С благодарностью и радостью я каждый раз оказываюсь в Минске, каждый раз оказываюсь в Свято-Елизаветинском монастыре. Вы-то уже привычные, а когда приезжаешь со стороны, радость очень большая. Для меня сегодня большая честь находиться в этом прекрасном храме, тоже таких храмов-то, таких прекрасных храмов, это раз-два, пчелся, главное вот так, с пустого места, и такая красота, такое чудо сотворено. Ну и для меня тоже честь, что я сегодня замещаю отца Андрея Лемешонка, вот поскольку он заболел, вот один Андрей вместо другого Андрея. У меня вот есть книжки такие, которых даже у отца Андрея Лемешонка нету, у меня-то книжки со стихами, а у него с прозой. И вот такое размышление просто, тоже стихами подтвержденное. Тот-то из Евангелия блудный сын, когда ему там где-то на стороне стало плохо, он вспомнил, как у отца было хорошо, и вот он, дошедший до свинского образа, решил вернуться к отцу, и отец его принял радостно, бросился ему навстречу. И мы так понимаем, что Господь настолько радуется об обращении грешника. А вот многие из нас выросли в эпоху, когда мы не могли даже помыслить, куда нам возвращаться, потому что мы изначально не были у отца нашего небесного, вот, а росли многие, как советские люди, ничего не ведомо, не неведая. Вот и я, в том числе, из того поколения, которое я искала, а нас искал Господь. Нас искал Господь и подбирал за что-то, вот к нам выражая свое благоволение, как тот призывал к себе и подбирал, когда мы были еще никем и ничем. Об этом такое маленькое стихотворение. Мы знаем притчу о блудном сыне. Рассказ покаянный, давно не нов, но все изменилось на свете ныне. Бог вынужден сам находить сынов. Шел Бог, как бомж по помойкам роясь, среди объедков, среди хламя, детей своих отскребая, то есть таких примерно, каким был я. Дано мне то, что вовек не снилось, ведь я творцу отныне, родня. За что мне, Боже, такая милость? Зачем такого любишь меня? Вот это для меня, вот как человека, который вырос совершенно в атеистической атмосфере, такое потрясение, осознание того, что каким-то образом и такого меня когда-то Господь возлюбил. Я, правда, не прошел много чего. Мне сегодня рассказали, тоже есть такой фильм, я еще его не видел, который здесь изготовлен, про отца Германа, который был настоящим бандюганом в советское время, перестроечное, настоящий, был прямо крутой, там даже пахан такой бандюганский, которого Господь так стукнул в итоге по башке, что он в итоге стал монахом. Ну, таких я больших бандюганских дел не творил, но был ничто, никто в очах Божьих-то, совсем ничто и никто. А как тут он стал призывать и как-то призвал к себе? Это, конечно, самое такое сокровище. Жил назад две тысячи лет в Иерусалиме дед. Симеон богоприимец смерти ждал, а он смерти нет. Весь пророчеством оброс, что придет к нему Христос, а когда согнут вопросом и в усах вопросом нос. В Иерусалимский храм все ходил он по утрам, был упрям, чтоб смыть сомненья своего былого срам. Как-то в утро мглистое видит Дева чистая, с ней сокровище, младенец, вечный мира, смысл тая. Божий дед за триста лет плакал ветхий, как завет, в руки взяв владыку мира, как спеленутый рассвет. Ждал я в глубине души, жил я, встречи чаявши, время Нового Завета, ныне отпущаеши. Протекли столетия, душ спаслись соцветия, и сейчас, живя на свете, за Христа в ответе я. За Христом хожу я в храм по утрам и вечерам, в храме сретенье, встреча, благодатно сердцу там. Сретенье сердечное, трепетное, свечное, пламя сердца сберегая, с Богом буду вечно я. Вот тебе и начало, вот только встреча со Христом, начало новой эры, начало Нового Завета, а вот тебе и размышления о смысле твоей жизни и завершения, и Нового Завета, вообще всех исторических времен, страшный суд, разделение на овец Христово стада и на козлищ. И тоже вот удивительно, ведь это разделение, про которое Господь говорит в притчах, первый раз как бы намекая еще в середочке Евангелия от Матфея, когда он говорил про пшеницу и плевела, которые сосед посеял на поле, а хозяина не видал из вражды. И вот выросли и пшеница, а рядом с ними плевела, сорняки. А сорняки они всегда наглые, они растут еще быстрее, чем что-то хорошее, доброе. И вот надо подождать, пока вырастет и то, и другое. И в конце уже Господь завершает эту притчу, что в конце времен будут послены ангелы, которые отделят пшеницу от плевел, и плевелы будут пожжены, а пшеница сложена в доброе гумно. А уже в конце Евангелия от Матфея, последнее поучение его, перед тем, как уже пошли события, бежать бегом в Иерусалиме, которые привели к жертвенной смерти спасителя за нас на Голгофе. Вот там уже он эту притчу развивает, уже облекает в эти понятия. Вот того, что в конце времен судья восядет и соберутся все народы. И будут разделены люди на тех, кто одесную Христа, оц и его стадах, и ашую слева, козлища. И вот признаки-то такие, вот что поражает. Не какие-то замудренные, окончить какие-то богословские курсы, духовную семинарию, академию, а то, что доступно любому человеку, самому простому. Вот накормили меня, когда я голодал, напоили меня, когда я жаждал, одели, когда я был наг, навестили меня, когда я болел, или когда я был в темнице. А как мы, Господи, могли тебя накормить, напоить? А вот вы сделали сия одному из малых сих, значит, сделали это и мне. А другим, а вот вы не накормили, не напоили. То есть как просто, казалось бы, насколько просто для нас спасение, быть милосердным. Потому что антологическое свойство Бога – это любовь. Бог есть любовь, как апостолам Богослов пишет, любовь с большой буквы. А свойство любви – это милость, это милосердие. Вот если мы имеем в душе свою любовь, то мы приобщены Богу, потому что Он и есть сам любовь. А раз мы имеем любовь, мы имеем в себе милость, сострадание к другим, желание помочь, поддержать, подкрепить словом или делом, или каким-то молитвам, любым каким-то другим образом. Вот мы не впрямую кого-то одеваем. Сейчас люди многие не нуждаются ни в какой одежде, хотя другие нуждаются. Вот мы, может быть, не впрямую кого-то накормим, но накормим словом. И жаждущую душу подкрепим живой водой, глаголом жизни, поддержим добротой своей, словом своим. То есть как просто, оказывается, спасение на доступное любому человеку, любого возраста. Вот, и Господь будет требовать от нас и ждать от нас, и ждет от нас в течение нашей жизни вот самого простого, по которому Он будет нас судить. Совсем весна, морозов нет в помине, и солнце вталый плещется в воде, а в церкви говорят о блудном сыне, а там о страшном запоют судье. Я как будто получил порожие, и в раз во мне остыл весенний пыл, ведь я совсем забыл, что сын я Божий. Про страшный суд тем паче позабыл. Если честно, все гораздо хуже. По сути, что я за христианин? Стою теперь в итоге в грязной луже, как блудный сын. Конечно, блудный сын. Вокруг меня весеннее сиянье, в душе грехов сплошная чернота. Дай, Господи, мне сил на покаяние в святые дни Великого Поста. Вот еще прочитаю. Шаг не рассчитать и поскользнуться на весеннем гололеде льду, заглянуть в себя и ужаснуться. Вот откуда ждать беду. В чистом небе ярко солнце светит и земной преображает вид. Только в сердце пусть и не заметят чернота стоит. Прибираться заново придется, совесть, как на дыбе, испытать, а иначе сердце поскользнется, что уже не встать. Ну, пока со стихами я угомонюсь, поскольку... Спасибо. Поскольку дошел черед до речей. Дорогой отец Андрей, расскажите, пожалуйста, о себе своем пути к Богу. Да вот я уже чуть-чуть сказал, пути-то моего как такового не было, моего. А странно, я вот даже до сих пор не пойму, как и почему и за что, для чего-то понятно, для чего. Вот когда я учился еще в институте, я был совершенно правоверный советский комсомолец и по-другому быть не могло в той среде, в которой я был воспитан. А вдруг что-то... Смотрю какие-нибудь картины эпохи возрождения, какие-то сюжеты на какие-то темы религиозные. Открываешь там любого нашего классика Гоголя или Вермонтова или Пушкина, а там нет-нет, да что-то говорится о каком-то неведомом Боге. Ну и прочее. Я ведь с детства даже храмов не видел, вырос в Сибири, где храмов вообще не было их, их не было совсем. Один раз помню, с мамой мы ходили в другой кинотеатр, а там на потолке замазанном какие-то изображения проступали. Я вам это спрашиваю, это что тут такое? Она говорит, это какие-то святые, тут раньше церковь была, да, а кто такие святые? Ну и так далее, это как-то вот, то есть какие-то пылиночки, такие незаметные крупиночки, они падали, и работа какая-то в душе велась, она шла, и это потом вот как-то в итоге-то вылилось в интерес, а интерес уже к тому, что познакомился уже, когда мне было уже 20 лет с лишним, с кем-то людьми, наконец-то оказались в моей жизни люди, которые вот верующие, когда мне было уже за 20, вот, и они мне немножечко подсказали, потом за руку повели, прямо в храм привели к крещению, вот тут сейчас важно другое, вот, потому что, ну, мы все как-то к Богу пробились, это великая милость к нам, вот, и как нередко бывает, вот мы пробились, и дальше как фресей рассуждает, вот я там пащусь два раза в неделю, там подаю милостыню, читаю там утренние и вечерние молитвы, там акаписты, там и так далее, там, вот стараюсь быть благочестивым, эхе, вот, а как оно дальше, как вот удержаться на, и не только удержаться, а как дальше идти, потому что какую-то высоту мы на самом деле покорили, а, и дальше душа, ну, заплывает как-то вот уже инерцией своей, а должна-то двигаться дальше, это нередко бывает через какой-то кризис, через какой-то внутренний кризис, через какое-то потрясение, споткновение, вот, ты вот такой, вроде как самодовольный, вот, тебе достает Господь споткнуться, либо тебя вот обругали там несколько раз на дню, либо что-то еще случилось такое серьезное, споткнулся, задумался, заново переосмыслив, или может быть, это просто болезнь, а может быть, еще какое-то испытание, вот, обычно, как правило, люди не от радости большой, на какой-то выходит новый виток, а наоборот, пройдя какой-то внутренний кризис. Как относиться к тому, что тебя несколько раз подряд обижают почти посторонние люди, разные в один день подряд, а потом от других сверхвежливость. Я как-то не так себя веду или что-то не делаю. Обижают и критикуют на пустом месте целый день, потом хорошо. Кто его знает, тут пути Господни неисповедимы, очень часто и действительно по жизни, перед тем, как что-то у нас хорошее получится, нас Господь испытывает и посылает какие-то испытания, искушения, то есть мы сдаем как бы маленький такой зачет, а может быть, даже большой экзамен. Вот иногда это даже чувствуется, что когда наконец-то экзамен сдан, и вдруг мы прям получаем какой-то знак того, что вот нам какое-то благо от Господа дается по жизни, что-то хорошо к нам так поворачивается. Так что сдали экзамен, поздравляю со сдачей экзамена, желаю впредь зачета экзамена успешно сдавать. Как вы думаете про западный сионистский, жидомасонский, захвативший в России, Украине, Беларуси власть, почерк такой сложный, удастся им уничтожить наследие этих республик. Что касается России, я поддерживаю, поддерживаю наше российское руководство, потому что оно изменилось, оно изменилось. И вот то, о чем автор этой записочки писал, там, про жидомасонские силы, они, эти силы, они, конечно, есть, они действуют, но, вот почему сейчас против России такой вой поднят, такая мировая компания антироссийская, именно потому, что Россия начала стряхивать себя, вот это чужеземное иго, начала стряхивать себя, и стала пытаться жить не по указке и не по правилам, это люди ощутили, вот это люди ощутили каким-то своим нутром, вот, и поэтому авторитет в России президента очень высок, и это все рейтинги показывают, раньше не было такого, и сейчас во власти много людей православных и людей, которые действительно патриоты России, и изменения хорошие, очень быстро происходят, очень быстро, даже очень много передач такого, ну, действительно патриотического содержания, стало много размышленных, раньше даже нам как бы задуматься не давали, то есть потребляй только жвачку, которую тебе предлагают, вот, сейчас тон сменился, он стал более серьезный, более интересный, вот, можно людям говорить то, что они думают, и напрямую говорить, и то, что во власти сейчас много людей, действительно православных и действительно патриотов, это я вот знаю, вижу, наблюдаю, мне это так интересно, так диковинно, такого не было, я радуюсь этому до слез, то есть я вижу наоборот, в отличие от автора этой записочки, я вижу наоборот хорошие перемены, я им очень рад, это само собой, я на эти перемены надеюсь, надеюсь, меняется лицо, Россия меняется, и меняется в лучшую сторону, именно поэтому сейчас такая война, вот, на нас, на нас обрушилась, и стараются экономически задушить, или придавить хотя бы, это, или ослабить, вот, ну и политически, понятно, что-то просто все, все кругом сплошь объединились, это неспроста, вот, если мы были такие хорошие, под их дудку бы дудели бы дальше, то против нас бы никакой войны не было, мы так бы так встраивались, эту мировую, всю эту мировую растленную систему. Так, батюшка Андрей, моему другу 54 года, так получилось, что из трех детей в семье его не покрестили одного, мама католичка, папа православный, он понимает о жизни многое больше, чем некоторые другие люди, насильно ничего не сделаешь, молюсь за него домашней молитвой, а хочется вместе в храме, в храме со мной был, может и хочет креститься, но боится, как быть, как помочь, помоги Господи. Конечно, тут рецепт общего не дашь, потому что индивидуален каждый человек, и мы не знаем, как та или иная душа к Богу придет. Вот, вот в моей жизни получилось, например, что меня вот люди хорошие взяли за руку и повели, если под ними не повели, я бы еще, может быть, собирался бы 20 лет или переживал бы еще 20 лет, вот как мне в православие потели, католичество, а вот буддизм тоже как интересно, может быть, в буддизм потели, еще что-то, вот я как антилегенд, вот так бы так вот все выбирал бы, так выбирал, вот спасибо людям, которые меня лишили выбора, вот взяли и привели, но это вот про меня, вот как вот этого человека, не знаю, как его зовут, этого человека, вот укрепи его, Господи, да, укрепи его, Господи, помоги ему, действительно, к вере прийти, и потому, потому что, ну, дороже ничего нет, дороже, драгоценной жемчужины Христа нет на свете ничего, другое дело, вот как мы приблизились, потом отошли, и как-то вот еще приблизились, и где-то кругами ходим, насколько всем существом принимаем, или частью только существ, но все равно дороже нет ничего на свете, ничего быть не может, поэтому, конечно, надо этому человеку креститься, скажите, пожалуйста, можно ли читать Акафист святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому дома без благословения и в пост, и в какое время дня лучше это делать, спасибо, конечно, можно читать, мне кажется, странным, когда люди иногда спрашивают, можно ли там помолиться, а почему же не можно, нужно, нужно помолиться, конечно, это святой, великий Иоанн Шанхайский, вот я с радостью сегодня посмотрел, храм строится, деревянный, здесь вот рядышком, вот, в честь этого великого святого, действительно чудотворец 20-го столетия, такой Христов, совершенно человек, конечно, хорошо ему молиться, вот что касается поста, то тут есть разные точки зрения, вот некоторые считают, что в пост Акафисты не читаются, потому что в посту на первое место выходит Псалтырь, и читается Псалтырь, вот, и я думаю, что первая седмица поста действительно, она такая, тут просто вот надо как бы так забить в себе, заглушить в себе то, чем ты жил сейчас, время подвига, время покаяния, вот Псалтырь, со второй недели уже, ну, как бы так, как бы так, ну, уже и мы привыкли сами поститься, и как-то жизнь более такой спокойной русло ходит, а потом, напоминаю, там всегда в конце поста бывает даже целая, называется, неделя Акафиста, похвала Богородицы, то есть церковь в своей полноте читает Акафист Пресвятой Богородицы, но вот если церковь в своей полноте читает, почему же человеку в своей домашней молитве не читать какой-то Акафист, если он нас поддерживает и вдохновляет. Огроми Господь, прозведи Господь, укрепи Господь, разуми Господь.